Роскосмос Проект состоит из платформы «Одиссей» и командного судна. Уникальность его в том, что оба судна, что «Силончик» команда, что «Силончик» «Одиссей» оборудованы системой динамического позиционирования, которая позволяет автоматически удерживать судно в заданной позиции, на заданном курсе, с использованием движителей судна или подруливающих устройств. И может управлять с помощью этой системы положением, курсом и скоростью судна. Находясь здесь, второе будет находиться отдельно и уже без экипажа и обслуживающего персонала. «Морской старт» создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Всего с плавучего космодрома было совершено более 30 пусков. Генеральный директор Роскосмоса подчеркнул, что с приходом платформы край стал космическим. А развитости его портовой инфраструктуры достаточно для запуска ракет на орбиту. Также Дмитрий Рогозин рассказал, что «Морской старт» будет использоваться для ракетно-космической техники нового поколения. Вскоре платформа будет модернизирована. Уже прорабатывается логистика доставки из европейской части России новейших полутяжелых ракет. Мы находимся, по сути дела, в сборочном цехе для приема ступеней ракетно-носителя первой и второй ступени, для приема блока полезного груза, для приема разгонного блока и для их подготовки в автономной схеме. Для старта с платформы планируют использовать «Союз-5» и «Союз-6», которые будут работать на экологичном топливе. Пуски ракет с плавучей стартовой платформы будут производиться в районе экватора, что позволит наиболее полно использовать энергию вращения нашей планеты вокруг своей оси и тем самым выводить большую полезную нагрузку. Северным морским путем из Северодвинска в порт «Советская гавань» доставлено крупногабаритное оборудование, составные части пускового стола и вакуумная камера для комплекса «Ангара». Габаритный размер секции вакуумной установки составляет 9 метров. Именно поэтому была выбрана схема транспортной доставки «Северный морской путь». В пути были густые туманы, судно шло вблизи льдов, в районе Японского моря был шторм, но все эти трудности не были препятствием для моряков, которые выполняли свою обычную работу. По рекам Амур и Зея оборудование было доставлено на космодром «Восточный». От «Советской гавани» и до порта «Свободный» весь маршрут занял порядка 20 дней. Расстояние где-то 2500 километров. Четыре участка у нас получилось. Соответственно, меняли мы четыре буксира. В это время года туманы по утрам, и поэтому где-то мы вынуждены были стоять. Все остальное прошло очень гладко. После разгрузки оборудование было транспортировано на стартовые и технические комплексы. В ближайшее время начнется его монтаж. Через три года с нового стартового комплекса запланирован пуск первой тяжелой ракетоносителя «Ангара». Ввод космического ракетного комплекса позволит запускать аппараты всех типов со своей территории и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос. Крупногабаритные составные части были отправлены впервые в историю нашего космодрома Северным морским путем. Были отправлены из города Северодвинска 15 июля. Сегодня они прибыли на космодром и разгружены. И доставлены на стартовый комплекс площадки «Ангара». Весь пусковой стол, все составные части изготовлены. До конца сентября весь пусковой стол будет находиться на космодроме. Мы готовы к монтажу данного оборудования при получении строительной готовности сооружения. На космодром оборудование поступает с 2018 года. Значит, план 2019 года мы выполнили 100%. Оборудование, то, что планировали, изготовить и отправить на космодром, выполнено в 2019 году. В 2020 год мы идем с опережением графика. И, безусловно, по завершению этого года, вся поставка, то, что планировали в 2020 году, будет изготовлена и доставлена на космодром. У кандидатов в космонавты набора 2018 года продолжается второй этап специальной парашютной подготовки. Тренировки проходят по уникальной методике, разработанной специалистами Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В программе 40 прыжков. Каждый из них сопровождается решением логической задачи по специальным карточкам, закрепленным на руке. Кроме этого, нужно следить за параметрами прыжка и записывать на диктофон репортаж. После приземления инструкторы, врач и психолог ЦПК, оценивают поведение кандидатов в космонавты во время прыжка, его эмоциональное состояние, правильность решения задачи и грамотность ведения репортажа. Как отмечают космонавты, от прыжка к прыжку эмоции отходят на второй план, уступая место профессиональной сосредоточенности. На предприятии Talis Alenia Space Italia прибыла новая группа российских специалистов НПО имени Лавочкина, которые продолжили совместные работы в рамках российско-европейского проекта ExoMars 2022. Уже завершены работы по установке экрана вакуумной теплоизоляции на элементах посадочной платформы. Специалисты работают над установкой палеты ровера, солнечных батарей, устройств и трапов для съезда марсохода с посадочной платформы. Также идет проверка двигательной установки на герметичность. Впереди сборка перелетного и десантного модулей, а также подготовка изделий и наземного оборудования к транспортировке из Турина в Канны для проведения дальнейших работ. В московской гостинице «Космос» завершилась летняя космическая школа. Ребята в течение 9 дней постигали основы космонавтики, астрофизики, астрономии, космической медицины, орбитальной механики и пилотирования. В первой половине программы — тематические лекции и мастер-классы, а также посещение центров и предприятий Роскосмоса, живое общение с экспертами, космонавтами и специалистами отрасли. Вторая часть программы — закрепление полученных знаний с использованием симуляторов полета межзвездной экспедиции, когда участники разбиваются на условные экипажи. Цель экспедиции — исследование новой планетной системы и оценка ее пригодности к земной экспансии. Центр имени Келдыша разработал уникальный самостягивающийся материал. Это композит с внутренним функциональным слоем на основе соединений боросилоксана. В ближайшем будущем он может быть применен на космических аппаратах. Это особенно важно при планировании миссии в дальний космос или при создании герметичной оболочки для орбитальных и лунных станций. Наш институт разработал материалы, так называемые самозалечивающие материалы, достаточно гибкие, что-то типа гелевых материалов, которые имеют способность сращиваться без приложения каких-нибудь внешних воздействий. Мы такие материалы разрабатывали в интересах космических аппаратов, ну, для обеспечения герметичности, например, если микрометеорит его пробивает, чтобы он успевал достаточно оперативно, скажем так, восстановить герметичность. Группа специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс» под руководством генерального директора Дмитрия Баранова участвовала в третьем этапе приема сдаточных работ оборудования для изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания «Сеспель» в Чебоксарах. Первую ракету-носитель «Союз-5» начнут изготавливать в середине следующего года. На подмосковном научно-производственном предприятии «Звезда» приступили к изготовлению индивидуального снаряжения для индийских космонавтов, проходящих подготовку в России. Это полетные скафандры «Сокол КВ-2». Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен главкосмосом и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований в марте этого года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов начали в феврале 2020 года. Состоялась онлайн-конференция Russian Auto Space Talks, посвященная правовым аспектам разведки, добычи и использования космических ресурсов. Конференция, в которой приняли участие более 450 специалистов, стала первым международным мероприятием по космическому праву, проведённым Госкорпорацией «Роскосмос» в дистанционном формате. Конференцию открыл заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев. Он подчеркнул незыблемость договора по космосу 1967 года и соглашение о Луне 1979 года как правовое основа для любой космической деятельности. Космическому центру «Восточный» 10 лет. 6 сентября 2010 года был подписан приказ о его создании. А уже 28 апреля 2016 года с первого российского гражданского космодрома был произведён первый пуск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», АЭС-2Д и «Самсат-218». Завершился полёт российского микроспутника «Танюша-3». Космический аппарат типа «Купсад», созданный Юго-Западным государственным университетом, проработал на орбите с 15 августа 2018 года. Он был запущен с рук космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым во время их выхода в открытый космос. Познавательная анимация «СС-433». Двойная звезда «Микроквазар». Один из объектов — чёрная дыра с аккреционным диском и джетами. Второй — массивная звезда, чья атмосфера перетекает на микроквазар. В конце ролика можно увидеть, как двойная система выглядит на расстоянии. Марсоход Curiosity зафиксировал образование передвижения по склону горы Шарп пылевого смерча высотой 50 метров. Смерч пронёсся по поверхности в течение пяти минут. Пылевые дьяволы, как называют марсианские смерчи-специалисты, довольно частое явление на Красной планете. Об их передвижении учёные узнают по замысловатым рисункам, которые вихри оставляют на поверхности. Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью орбитальной группировки «Россия». Спутник «Метеор-М» получил снимки двух крупных тайфунов, бушующих за последнюю неделю на Тихоокеанском побережье Дальнего Востока, Японии, Кореи и Китая. Телескопы Лайга и Вирга обнаружили всплеск гравитационных волн, порождённых слиянием чёрной дыры звёздной массы и необычного крупного объекта. Предположительно, это так называемая чёрная дыра промежуточной массы, которая массивнее Солнца в 151 раз. Учёные выделяют две категории чёрных дыр, которые отличаются по массе. Сверхмассивные чёрные дыры обитают в центрах галактик. Они тяжелее Солнца в миллионы или даже миллиарды раз. Существуют и менее крупные объекты, так называемые чёрные дыры звёздной массы, возникающие в результате гравитационного коллапса крупных светил. Кроме того, астрономы предполагают, что должны существовать и чёрные дыры так называемой промежуточной массы, которые наименее изучены. Планеты Марс и Сатурн от нашего подписчика Романа Недоступенко. Снимки сделаны в Волгограде с балкона 10 этажа. Для съёмки Роман использовал 200-миллиметровый телескоп схемы Ньютона и специальную чувствительную астрокамеру. Напомним, что явление противостояния в этом году состоится 13 октября. Марс будет максимально близко к Земле. Галактики с оболочками в созвездии Рыб. Пекулярная система галактик находится в 100 миллионах световых лет от нас. Широкие дуги и кольца могли возникнуть в результате гравитационного взаимодействия с соседней галактикой или из-за слияния с маленькой галактикой, давшей эффект подобной рябе на воде. Млечный путь над горой Святого Михаила. Это маленький остров в Англии. Прямо над замком можно увидеть туманность Лагуна. Яркая звезда слева, на самом деле планета Юпитер. Справа сгорающий метеор. Автор снимка Саймон Хадсон. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakatvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok